Всем привет! Меня зовут Вероника и сегодня для вас я приготовила вот такие вот замечательные слитки. Вяжется они несложно, выглядят очень красиво и эффектно. Данные слитки я вязала из пряжи Alizella на Gold Classic. Метраж данной пряжи в 100 граммах 240 метров. Состав 51% акрила и 49% шерсти. Данные слитки я вязала спицами 3,5 мм. Данную пряжу нам предоставил интернет-магазин Bobin. Для всех моих подписчиков данный интернет-магазин дарит скидку в 5% по промокоду, который я напишу на экране выше. Если кого-то заинтересовала пряжа для покупки, обязательно воспользуйтесь данным предложением. Там очень большой ассортимент пряжи. Ссылочки на магазин на данную пряжу я оставлю под видео ниже в инфобоксе. Доставка очень быстрая. Менеджеры связываются с вами моментально. Радуйте себя разнообразной пряжей. Данные слитки, как вы уже заметили, вяжутся вот из такой вот заготовки. Изначально я набираю 50 петель. Данное количество петель я считаю это универсальное количество. Набираем на любой размер взрослых слитков. Но если вдруг у вас ножка сильно узкая, либо сильно широкая, можете либо добавить 4 петли, либо убавить 4 петли. Так как рапорт данного узора в ширину составляет 4 петли. Если кого-то заинтересовал узор, я оставлю также ссылку, где я подробно объясняю, как вяжется данный узор. Если померить в сантиметрах, примерно манжет мой составляет 7 сантиметров. Но если вы захочете данный манжет сделать повыше, либо пониже, делайте как вам больше нравится. Я сделала среднего размера манжет. И после того, когда я вывязала манжет, я начинаю вывязывать отдельно мысок. На мысок я отдаю центральные 15 петель. Данное количество петель также идет числом универсальным. Отдавайте на любой размер взрослых слитков. И получается данные 15 петель я вывязываю этим же узором. Мысок я вывязала этим узором 8 рапортов. Смотрите, я свои слитки вяжу на размер ножки 37-38. Если вы вдруг вяжете на другой размер ноги, получается, если меньше у вас размер ноги, тогда вы провяжите не 8 рапортов, а только 7. Если побольше у вас размер ножки, тогда вяжите 9 рапортов. И на убавление петель на пальчике я отдаю 2 рапорта данного узора. После того, когда мы с вами вывяжем мысок, мы начинаем вывязывать подъем. И получается, для вывязывания подъема мы будем поднимать все петли по контуру нашей заготовки. Вот таким вот образом. И если вы вдруг вязали ваш мысочек побольше, чем у меня, в длину, у вас по краям данного мыска поднимется больше петель, чем у меня. И, соответственно, размер вашего следка у вас получится больше, чем у меня. И если вы вязали ваш мысочек короче, именно в длину, тогда по контуру вашей заготовки, именно по краям, поднимется на спицу меньше петель. И, соответственно, размер ваших следков получится меньше. Поэтому именно регулировать размер ваших следков нужно именно вот этим вот мыском. Получается, на подъем я отдаю 5 платочных дорожек. 3 платочные дорожки я свяжу ниточкой желтого цвета, 2 платочные дорожки я свяжу ниточкой темного цвета. И после того, когда мы с вами свяжем подъем, мы начинаем вывязывать цельно вязаную подошву. По подошве никаких швов нет. Сделаем убавление петель на пяточку. И далее сошьем задний шов. Ну, шов, смотрите, очень аккуратный, незаметный. Все смотрится очень красиво и аккуратно. Если вам понравилась данная модель следков, предлагаю ее связать вместе со мной. Берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию. Обязательно воспользуйтесь моим предложением по поводу покупки пряжи. Обычным способом набора с помощью длинного хвоста набираем на спицу 50 петель. Сейчас мы с вами провяжем нулевой установочный ряд. Вяжется он только один раз, далее мы его не повторяем. Первую кромочную петлю на протяжении всего вязания мы будем снимать, не провязывая. Далее вяжем резинку один на один. Одна лицевая петля, одна изнаночная, одна лицевая, одна изнаночная, одна лицевая, одна изнаночная и так далее. На протяжении всего ряда мы провязываем резиночку один на один. Последняя кромочная петля также на протяжении всего вязания провязывается постоянно изнаночной петлей. Переворачиваем наше вязание на лицевую сторону. И сейчас мы будем начинать с вами вывязывать раппорт узора. Раппорт узора состоит из 4 рядов в высоту и 4 петель в ширину. Первую кромочную петлю я снимаю на протяжении всего вязания. Далее провязываем 1 лицевая, 2 изнаночная и 3 лицевая петля. Рабочую нить располагаем перед работой, придерживаем ее пальчиком. И теперь вот эти вот 3 петли провязанные переснимаем на левую спицу. Подхватываем рабочую нить правой спицы и обвиваем данные 3 петли. После того, когда мы с вами обвели их, теперь вот эти 3 петли обратно переносим, не провязывая на правую спицу. Нить хорошенько затягиваем и провязываем 1 изнаночная петля. Повторяем. Лицевая, изнаночная, лицевая. Рабочая нить располагается перед работой, придерживаем пальчиком. Переносим данные 3 петли, провязанные на левую спицу. Правой спице подхватываем рабочую нить и обвиваем данные 3 петли. Теперь 3 эти петли обратно переносим на правую спицу. Хорошенько нить затягиваем и провязываем 1 изнаночная петля. Повторяем. Повязываем лицевая, изнаночная, лицевая. Рабочая нить перед работой, придерживаем пальчиком. Переносим 3 петли на левую спицу, не провязывая. Правой спице подхватываем рабочую нить и обвиваем данные 3 петли. Теперь эти же 3 петли переносим на правую спицу, не провязывая. Нить хорошенько затягиваем и провязываем 1 изнаночная петля. Далее провязываем таким же образом полностью весь наш ряд. Провязывается далее самостоятельно. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону и приступаем ко второму ряду. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая. И второй ряд мы вяжем просто резинку 1 на 1. 1 лицевая петля, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная и так далее. Последняя кромочная петля провязывается также изнаночной петлей. Довязываем второй ряд до конца самостоятельно. Приступаем к третьему ряду. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая. И смотрите, третий ряд мы вяжем так же, как и второй, только располагаем вот эти вот длинненькие протяжки в шахматном порядке. Сейчас именно в третьем ряду мне нужно обвивать вот эту изнаночную петлю, которая разделяет мои пучки, и одну петлю справа, вторую петлю слева. Получается вот эти вот 3 петли. Поэтому мы сейчас провязываем 1 лицевая петля, 2 изнаночная петля и далее следующие 3 петли я буду обвивать. Получается лицевая, изнаночная, лицевая. Располагаю рабочую нить перед работой, поддерживаю ее пальчиком, переношу 3 петли на левую спицу, не провязывая. Подхватываю правой спицей рабочую нить, обвиваю 3 данных петли, и теперь данные 3 петли обратно переношу на правую спицу. Нить хорошо затягиваю и провязываю 1 изнаночная петля. Данные 4 петли составляют раппорт узора в ширину. Повторяем. Лицевая, изнаночная, лицевая. Рабочая нить перед работой, переношу на левую спицу 3 петли, обвиваю рабочей нитью и обратно переношу 3 петли на правую спицу. Нить рабочую хорошо затягиваем и провязываем 1 изнаночная петля. Повторяем лицевая, изнаночная, лицевая. Рабочая нить перед работой. 3 петли переношу на левую спицу, обвиваю их и обратно 3 петли на правую спицу. Затягиваю рабочую нить и провязываю 1 изнаночная петля. И таким образом мы повторяем данный раппорт узора из 4 петель до конца ряда самостоятельно. В самом конце у меня на левой спице остается 3 петли. Провязываем их 1 лицевая, 2 изнаночная и 3 петля кромочная провязывается также изнаночной петлей. Четвертый ряд мы вяжем так же, как мы вязали 2 изнаночный ряд. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая и далее вяжем резиночку 1 на 1. 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная и так далее. Последняя кромочная петля на протяжении всего вязания провязывается изнаночной петлей. Мы с вами провязали раппорт узора, состоящий из 4 рядов в высоту. Вот таким вот образом наша заготовочка выглядит. Давайте первый ряд 2 раппорта мы с вами провяжем вместе. Далее будете вывязывать весь манжет самостоятельно. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая. Далее провязываю лицевая, изнаночная, лицевая, рабочая нить перед работой. Переснимаю на левую спицу 3 петли не провязывая, обвиваю их рабочей нитью. И обратно данные 3 петли переносим на правую спицу. Далее провязываем 1 изнаночная петля. Вот эти 4 петли составляют раппорт узора в ширину. Повторяем, лицевая, изнаночная, лицевая. Рабочая нить перед работой переносим на левую спицу не провязывая данные 3 петли. Обвиваем рабочей нитью и 3 петли обратно переносим не провязывая. Рабочую нить затягиваем, провязываем 1 изнаночная петля. Таким образом мы будем провязывать весь наш первый ряд. В самом конце последняя кромочная петля провязывается изнаночной. Мы с вами провязали первый ряд 2 раппорта полностью до конца. Далее вы будете провязывать самостоятельно. И если посмотреть на готовом слитке, мы с вами должны вывязать полноценных 4 раппорта в высоту. Примерно вот это вот расстояние должно составлять 7 сантиметров. Получается мы с вами провязали вместе полностью 1 раппорт и первый ряд 2 раппорта. Далее довязываем второй раппорт. Самостоятельно полностью вяжем третий раппорт, состоящий из 4 рядов в высоту. И четвертый раппорт. Встретимся, когда вывяжем полностью весь манжет нашего следка. Я провязала самостоятельно мой манжет. Вот так вот красиво очень все смотрится. Если померить в сантиметрах, это 7 сантиметров. Данный манжет в высоту у меня получается. И далее мы с вами будем вывязывать мысок следка. Всего сейчас у меня на спице располагается 50 петель. На мысок я отдаю центральные 15 петель. Данные 15 петель отдаем на любой размер взрослых следков. И у меня остается с одной стороны 17 петель и со второй стороны 18 петель. Данное количество петель идет неравное, но одна петля роли не сыграет. Поэтому сейчас я на 3 разные спицы перенесу вот эти вот все петли. Получается на одной спице у меня будет располагаться боковая часть из 17 петель. На второй спице петли мыска 15 петель. И на третьей спице боковая вторая часть из 18 петель. Вот таким вот образом боковые петли я перенесла на спицу на леске. А вот эти вот центральные 15 петель мы с вами сейчас будем вывязывать далее. Но вывязывать мы будем ниточкой желтого цвета в моем случае. Рабочую нить серого цвета мы не обрезаем. Мы далее этой нитью будем еще вывязывать подъем и подошву следка. Сейчас я прикладываю нить желтого цвета. Кончик я не закрепляю, просто потом его спрячу по изнаночной стороне самостоятельно. Первую петлю я провяжу лицевой, это наша кромочная петля. Провязываем 1 изнаночная петля, 2 лицевая и 3 изнаночная петля. Данные 3 петли мы не обвиваем рабочей нитью. Обвиваем только следующие петли. Получается провязываем лицевая, изнаночная, лицевая. Рабочая нить перед работой переношу на левую спицу 3 петли, обвиваю рабочей нитью. И данные 3 петли обратно переношу на правую спицу. Сразу после этих 3 петель я провязываю 1 изнаночная петля. Данные 4 петли составляют раппорт узора в ширину. Повторяем. Провязываем лицевая, изнаночная, лицевая. Рабочая нить перед работой, 3 петли на левую спицу обвиваем рабочей нитью. И данные 3 петли обратно переносим на правую спицу. Далее провязываем 1 изнаночная петля. Следующие 3 петли мы провязываем лицевая, изнаночная и последняя кромочная петля на левой спице провязывается также изнаночной. Таким образом мы будем провязывать первый ряд раппорта узора в мыске. Получается у нас здесь идет только 2 обвития петель. Второй ряд по изнаночной стороне. Первую кромочную петлю я сняла и далее вяжем резинку 1 на 1. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и так далее. Последняя кромочная петля на левой спице провязывается изнаночной петлей. Третий ряд. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая. Далее вяжем 1 изнаночная петля. И следующие 3 петли мне нужно обвить рабочей нитью. Получается провязываем лицевая, изнаночная, лицевая. Рабочую нить перед работой располагаем, переносим 3 петли на левую спицу. Обвиваем их рабочей нитью и обратно переносим данные 3 петли на правую спицу. Провязываем 1 изнаночная петля. Данные 4 петли составляют раппорт узора в ширину. Повторяем. Лицевая, изнаночная, лицевая. Рабочая нить перед работой. Переносим 3 петли на левую спицу. Обвиваем их рабочей нитью. И данные 3 петли обратно переносим на правую спицу. Провязываем 1 изнаночная петля. Повторяем. Лицевая, изнаночная, лицевая. Рабочая нить перед работой. 3 петли переносим на левую спицу, не провязывая. Обвиваем их. И обратно переносим на правую спицу их. В самом конце, когда у нас остается на левой спице 2 петли, провязываем изнаночная. И последняя кромочная петля также провязывается изнаночной. Получается, в третьем ряду мы с вами обвивали 3 раза. Четвертый ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И далее вяжем резиночку 1 на 1. 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная и так далее. Мы с вами провязали 1 раппорт с желтым цветом, именно для мыска на 15 петлях. И вот таким вот образом это все у нас смотрится. Получается, первый ряд 2 раппорта. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее вяжем изнаночная, лицевая, изнаночная. И будем обвивать рабочей нитью вот эту вот, получается, центральную изнаночную петлю и 2 лицевые петли с каждого края. Провязываем лицевая, изнаночная, лицевая. Рабочая нить перед работой. 3 петли переносим на левую спицу, обвиваем их и 3 петли обратно переносим на правую спицу, не провязывая. Далее провязываем 1 изнаночная петля. Данные 3 петли составляют раппорт узора в ширину. Повторяем. Лицевая, изнаночная, лицевая. Обвиваем их рабочей нитью. И провязываем 1 изнаночная петля. В самом конце провязываем лицевая, изнаночная и кромочная петля провязываются также изнаночной. Таким образом мы с вами провязываем первый ряд раппорта узора. Получается, если посмотреть на готовом слитке, мы с вами вывязали полностью первый раппорт узора, состоящий из 4 рядов. И начали вывязывать второй раппорт узора. Провязали только первый ряд. Далее довязываете самостоятельно второй раппорт узора. Полноценный вяжете 3, 4, 5, 6, 7 и 8 раппорт. Всего до убавок я провяжу 8 раппортов. Встретимся, когда у меня в мыске будет вывязано 8 раппортов данного узора. Я провязала мой мысок 8 раппортов в сантиметрах. Это у меня получается 12 сантиметров. Если вы вяжете на больший размер ноги, чем 37-38, тогда дополнительно свяжите еще один раппорт. Если вы вяжете на меньший размер ноги, тогда соответственно провяжите не 8 раппортов, а только 7. И далее мы с вами будем делать убавление петель. Убавление петель у меня займут 2 раппорта. Это получается 8 рядов. Первый ряд, первую кромочную петлю я снимаю не провязывая. Следующие 2 петли я провяжу вместе одной лицевой за задние и нижние стеночки. Далее провязываю 1 изнаночная петля и следующие 3 петли я провязываю лицевая, изнаночная, лицевая. Данные 3 петли я обвиваю рабочей нитью. Далее у меня идет 1 изнаночная петля. 4 петли на правой спице составляют раппорт нашего узора в ширину. Повторяю. Лицевая, изнаночная, лицевая. Данные 3 петли я обвиваю рабочей нитью. Далее у меня идет 1 изнаночная петля и следующие 2 петли я также должна провязать 1 лицевой за нижние стеночки петель. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной. Второй ряд, первую кромочную петлю я снимаю не провязывая. И далее вяжу резинку 1 на 1, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая и так далее. Довязываем полностью весь ряд до конца. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной петлей. Третий ряд, первую кромочную петлю я снимаю не провязывая. Следующие 2 петли я провяжу вместе 1 лицевой за задние и нижние стеночки. Далее провязываю лицевая и изнаночная. И следующие 3 петли я должна обвить рабочей нитью. Провязываю лицевая, изнаночная, лицевая. Располагаю рабочую нить перед работой. Переношу 3 петли на левую спицу не провязывая. Обвиваю рабочей нитью и данные 3 петли возвращаю на правую спицу. Далее идет 1 изнаночная петля, 1 лицевая. Следующие 2 петли я должна провязать вместе также 1 лицевой петлей. Последняя кромочная. Четвертый ряд. По изнаночной стороне первую кромочную петлю я снимаю не провязывая. Далее у нас по рисунку 2 изнаночные петли. 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 2 изнаночные и кромочная. 1 раппорт узора с убавлением петель мы с вами провязали. Осталось провязать еще 1 раппорт узора. Это 4 ряда. Получается 5 ряд убавления петель. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая. Далее вяжу 2 петли вместе 1 лицевой петлей. Далее у меня 1 изнаночная и 1 лицевая. Вот эти вот 3 петли на правой спице я сейчас должна обвить рабочей нитью. Переношу их на левую спицу. Обвиваю рабочей нитью. И обратно переношу на правую. Нить затягиваю, провязываю 1 изнаночная петля. Далее провязываем лицевая, изнаночная и следующие 2 петли провязываем 1 лицевой петлей. Рабочую нить располагаю перед работой. 3 петли переношу на левую спицу. Обвиваю их рабочей нитью. И переношу обратно на правую спицу. Нить хорошенько затягиваем и последняя кромочная петля провязывается изнаночной. Следующий ряд по изнаночной стороне. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая. Далее 1 изнаночная, 2 лицевая. 1 изнаночная, 2 лицевая. 1 изнаночная, 2 лицевая и 1 изнаночная петля. Последняя кромочная петля также вяжется изнаночной. Третий ряд второго раппорта узора с убавлением петель. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Следующие две петли я должна провязать вместе одной лицевой петлей. Далее провязываем лицевая, изнаночная, лицевая. Рабочая нить перед работой. Три петли переносим на левую спицу, обвиваем их рабочей нитью и возвращаем на правую. Следующие две петли я провяжу одной лицевой петлей и последняя кромочная петля. И последний ряд по изнаночной стороне. Это четвертый ряд второго раппорта. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее вяжу две изнаночные, далее лицевая, две изнаночные и кромочная. Мы с вами провязали полностью весь наш мысок с убавлением петель. Получается, убавление петель у нас заняли 8 рядов. Это два раппорта. На данный момент моя заготовка вместе с убавлением петель примерно составляет 22,5 см. Получается, мысок мы полностью весь вывязали. Рабочую нить можем уже обрезать. Кончик спрячем по изнаночной стороне самостоятельно. И сейчас мы будем с вами вывязывать подъем нашего слитка. Получается, мы будем поднимать все петли по контуру нашей заготовки. С одной стороны у меня здесь 17 петель темным цветом. Далее одну петлю мы поднимем вот с этого уголочка. И по вот этой вот стороне мы должны поднять из каждой кромочной петли одну петлю на спицу. Всего в мыске у меня провязано 10 раппортов. Данное количество раппортов умножаем на 2. И получается, по краю у нас должно подняться 20 петель. Далее провязываем вот эти вот 7 петель, которые находятся на спице. По второму краю также поднимаем 20 петель. Если вы вязали такое же количество раппортов, как и я, одну петлю поднимаем со стыка между цветами. И по вот этому краю у меня привяжется 18 петель. Если вы вязали другое количество раппортов в мыске, тогда у вас количество петель будет отличаться от моего. Присоединяю сейчас желтую нить вот в этот край слитка. Кончик я не закрепляю, просто потом его спрячу по изнаночной стороне самостоятельно. Первую кромочную петлю я провяжу лицевой, так как у меня меняется цвет рабочей нити. И далее все темные петли я провязываю лицевыми за правую стеночку петли. Далее одну петлю я поднимаю со стыка между цветами. Ввожу спицу за две дужки кромочной петли, подхватываю рабочую нить и поднимаю петлю на спицу. И далее по краю мыска мы должны поднять, в моем случае, 20 петель. Ввожу спицу за две дужки кромочной петли, подхватываю рабочую нить и подняла на спицу первую петлю. Далее обратно ввожу спицу за две дужки следующей кромочной петли, подхватываю рабочую нить, подняла вторую петлю. И так я поднимаю все петли. Петли по мазку я подняла, теперь петли самого мазка. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая. И теперь по второму краю мазка мы также должны, в моем случае, поднять 20 петель. Ввожу крючок за две дужки кромочной петли, подхватываю рабочую нить и поднимаю первую петлю. Далее в следующую кромочную петлю ввожу крючок, подхватываю рабочую нить, поднимаю вторую петлю. И так я должна поднять 20 петель. Далее все остальные петли поднимайте самостоятельно. Вот эти вот все петли мы переносим на нашу рабочую спицу. 20 петель по второму краю мазка мы с вами вместе подняли. Далее ввожу спицу со стыка, поднимаю одну петлю. И с левой спицы все петли я провязываю лицевыми. У меня получается 18 петель. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной. Мы с вами подняли все петли по контуру нашей заготовки. Всего у меня сейчас на спице располагается 84 петли. Переворачиваю вязание на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая. И далее вяжу все петли лицевыми. Ниточкой желтого цвета. Если в некоторых местах вам неудобно будет вязать данной спицей, вы можете сделать вот такую вот петельку из лески в любом месте, где вам неудобно. И провязываем далее. Если у вас нет спицы на леске, можно эти все петли распределить на челочные спицы. Провязываем полностью весь ряд по изнаночной стороне. Далее самостоятельно последняя кромочная петля провязывается изнаночной. Так как она у нас будет являться кромочной. Мы с вами довязали ряд по изнаночной стороне самостоятельно до самого конца. И у нас с вами получилась одна платочная дорожка. Так как желтым цветом у нас провязаны два ряда. Один ряд тот, когда мы поднимали все петли. Второй ряд по изнаночной стороне. Далее провяжем именно ниточкой желтого цвета еще 4 ряда. Получается первый ряд по лицевой стороне. Второй ряд по изнаночной стороне. Третий по лицевой и четвертый по изнаночной стороне. И у нас с вами должно получиться три платочные дорожки. Именно желтым цветом. Все петли как с лицевой, так и с изнаночной стороны мы будем провязывать лицевыми. Первую кромочную постоянно будем петлю снимать не провязывая. Последнюю кромочную петлю будем постоянно провязывать изнаночной. Встретимся, когда провяжем ниточкой желтого цвета 4 ряда. 4 ряда я провязала самостоятельно. Сейчас у меня мой подъем именно желтым цветом состоит из трех платочных дорожек. Желтую нить мы можем уже обрезать, она нам больше не нужна. Далее я с данного края поднимаю нить темного цвета. И сейчас 4 ряда провяжу ниточкой темного цвета серого. Первую кромочную петлю я провязываю лицевую, так как у меня меняется цвет рабочей нити. И далее все петли я провязываю лицевыми. Последняя кромочная петля на протяжении всего вязания будет провязываться изнаночной петлей. Таким образом мы провязываем первый ряд полностью до конца самостоятельно. И еще 3 ряда. Получается второй ряд по изнаночной стороне, третий ряд по лицевой стороне и четвертый ряд по изнаночной стороне. Мы также провязываем самостоятельно все петли, как в лицевом, так и в изнаночном ряду, у нас будут провязываться лицевыми. И ниточкой темного серого цвета у меня будет провязано 2 платочные дорожки. Всего наш подъем будет состоять из 5 платочных дорожек. 3 с желтым цветом и 2 с серым цветом. Встретимся, когда вывяжем ниточкой серого цвета все 4 ряда. Я провязала полностью подъем моего следка. Получается у меня с желтым цветом провязано 3 платочные дорожки. И темным серым цветом провязано 2 платочные дорожки. После того, когда мы с вами вывяжем подъем, мы будем начинать вывязывать подошву наших следков. На подошву я отдаю центральные 14 петель. Все остальные петли я делю на 2 равные части и буду убавлять. Если у вас на спицах располагается другое количество петель, на подошву вы также отдаваете центральные 14 петель, а все остальные петли будете убавлять вместе со мной. Так как у меня на спице располагается 84 петли, 14 петель я отдаю на подошву. С одной стороны у меня остается 35 петель, и со второй стороны у меня остается 35 петель. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее вяжу лицевыми петлями 2 петля, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я. И так я провяжу 35 петель в моем случае до петель нашей подошвы. 35 петель я провязала, теперь у меня идут 14 петель, это петли нашей подошвы. Провязываем первая петля подошвы, между первой и второй петлей я повешу первый наш маркер на правую спицу. Далее 2-я петля, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я, 11-я, 12-я, 13-я. И между 13-й и последней 14-й петлей я повешу второй маркер. И получается в каждом лицевом ряду сразу после второго маркера мы провязываем 2 петли вместе 1 изнаночной петлей. Переворачиваем наше вязание на изнаночную сторону, первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, маркер первый перебрасываю на правую спицу. И далее до второго маркера мы провязываем все петли лицевыми. Второй маркер перебрасываем на правую спицу. И сразу после второго маркера во всех изнаночных рядах мы провязываем 2 петли вместе 1 лицевой петлей. давайте еще данные два ряда мы с вами повторим первую кромочную петлю я снимаю не провязывая маркер перебрасываю на правую спицу и далее до второго маркера я провязываю все петли лицевыми 2 маркер перебрасываю на правую спицу и так как это у нас лицевая сторона сразу после 2 маркера я провязываю 2 петли вместе одной изнаночной петлей переворачиваю наше вязание на изнаночную сторону первую кромочную петлю я снимаю не провязывая маркер перебрасываю и далее до 2 маркера мы провязываем все петли лицевыми второй маркер перебрасываю на правую спицу и так как это у нас изнаночная сторона сразу после 2 маркера я провязываю 2 петли вместе одной лицевой петлей и таким образом вы будете убавлять петли с одной и со второй стороны провязывая нашу подошву таким образом мы будем провязывать нашу подошву до тех пор пока у меня на спице не останется с одной стороны 5 петель и со второй стороны 5 петель плюс петли подошвы далее мы с вами будем убавлять петли на пятку я провязала свою подошву до тех пор пока у меня с одной стороны не осталось 5 петель и со второй стороны 5 петель плюс 14 петель это петли самой подошвы вот таким вот образом выглядит моя подошва и сейчас мы с вами убавим петли для пятки первую кромочную петлю я снимаю не провязывая маркер перебрасываю на правую спицу и далее я провязываю все петли лицевыми не довязывая до второго маркера 2 петли и данные две петли я буду провязывать 1 лицевой за верхние правые стеночки таким образом я буду убавлять одну петлю в каждом ряду маркер перебрасываю на правую спицу и так как это у нас лицевая сторона сразу после второго маркера я провязываю 2 петли вместе одной изнаночной петлей переворачиваю вязание на изнаночную сторону первую кромочную петлю я снимаю не провязывая маркер перебрасываю на правую спицу и далее я провязываю все петли до 1 маркера лицевыми не довязывая 2 петли до маркера у меня осталось 2 петли до 2 маркера я их провязываю 1 лицевой за верхние правые стеночки маркер перри братцы вы и сразу после маркера так как это у нас изнаночная сторона я провязываю 2 петли вместе одной лицевой петлей и таким образом вы будете провязывать далее нашу подошву но при этом убавляя петли для самой пятки в каждом ряду и лицевом и изнаночным перед вторым маркером 2 петли мы будем провязывать одной лицевой петлей встретимся когда мы убавим все наши боковые петли я убавила все боковые петли убавляя петли и в подошве у меня сейчас на спице осталось 4 петли это петли самой нашей подошвы сейчас мы эти петли убавим до одной петли первую кромочную петлю я снимаю не провязывая следующие две петли я провяжу вместе одной лицевой петлей и последняя петля провязывается изнаночной переворачиваем вязание на изнаночную сторону первую кромочную петлю я снимаю не провязывая следующие две петли я провязываю вместе одной лицевой петлей и теперь первая петля набрасывается на 2 и спускается вот таким вот образом мы вывязали нашу подошву до одной петли сейчас мы рабочую нить нашу обрежем только обрезаем по длине чтобы этой нитью сшить вот этот вот шов нашего слитка нить продеваем в открытую петлю и затягиваем сейчас я кончик от рабочей нити где но в иглу широким ушком и сейчас мы с вами будем сшивать данный шов слитка данный шов я буду сшивать не за кромочные вот эти вот дужки петель а дужки которые располагаются сразу за кромочными и они у нас относятся к платочным дорожкам ввожу свою иглу снизу вверх за дужку которая располагается сразу за кромочной косичкой с одной стороны и со второй стороны в первую платочную дорожку с одной стороны во вторую платочную дорожку и со второй стороны теперь в желтую платочную дорожку с одной стороны и со второй стороны и так далее мы сшиваем платочные дорожки мы с вами сшили и далее у нас начинается наша резинка резинку мы будем сшивать таким же образом только вводим нашу иголочку за внутренние дужки петель которые располагаются сразу за кромочной косичкой с одной стороны и таким же образом со второй стороны с одной стороны и со второй стороны и обязательно иголку вводим снизу вверх и вот таким вот образом мы будем сшивать данный нашу обязательно сшивайте shop чтобы он и шел у вас равномерно вот таким вот образом выглядит нашу все Очень красиво и аккуратно Далее свою рабочую нить Выводим на изнаночную сторону Закрепим по изнанке И кончики все обрежем И после того, когда мы с вами Сшили наш следок Спрятали все кончики Вот такие вот красивые следки У нас с вами получились Все выглядит очень красиво Нарядно и аккуратно Если вам понравился данный мастер-класс Поддержите меня лайком Если вы не подписаны на мой канал Обязательно подпишитесь А мы с вами встретимся в новом видео Всем спасибо за просмотр Всем пока-пока